Пекин в самом центре Москвы. Это не оговорка и не фантазия. Не выезжая из России, можно познакомиться с народными ремеслами и искусством азиатского государства. Ярмарка «Дитан» уже второй год подряд проходит в российской столице. 40 торговых пекинских компаний, в том числе 5 крупнейших в КНР, привезли в Москву изделия мастеров прикладного искусства. Пекинскую вышивку, изделия из стекла, глазури, бумаги, дерева и серебра. Все самое интересное и яркое из многообразия китайского народного творчества в ближайшие несколько минут. Дети-туристы из Китая чувствуют себя как дома. Едят сладкие фигурки на палочке и говорят с продавцом на китайском. Правда, находятся они всего в 300 метрах от Красной площади. В центре Москвы прошла пекинская ярмарка «Храма Дитань». Чай, шок, фигурки из теста, более 40 стендов с традиционными китайскими товарами и ремеслами несколько дней работали в российской столице. Интересно. Вообще интересные культуры. Народ трудолюбивый и очень красивый. Ой, вообще вот сахар. Я что, есть можно, да, девушка? Один из самых популярных стендов, посвященный искусству танхуа – фигурки из карамели. Этому ремеслу уже более 600 лет. Мастер расплавляет тростниковый сахар и придает ему любую форму. Каждая фигурка – неповторимое произведение искусства. Рядом стенд уже с несъедобными произведениями, но тоже популярными – рисунки ладошками. Мастер Джао Ганцань не пользуется кисточками, только своими руками. На его картинах пейзажи, выполненные тушью – силуэты гор, деревьев, фланшафты Китая. На каждой картине печать автора. Такую же, но со своим именем или любым другим узором можно заказать на соседнем стенде. Такие печати из камня есть у каждого творческого человека в Китае, уверяют мастера. Когда я напишу книгу или рисую картину, и потом вот такое, значит, это свое, можно запечатать свое имя. Мастер Ян Синь представляет другое древнее китайское искусство – картины на веере. Ян Синь много лет изучал культуру древнего Пекина. И на своих картинах он изображает повседневную жизнь людей, такой, какой она была сотни лет назад. Каждая картина отражает уровни обычной жизни. На этом простом веере изображена небогатая деревенская семья. А на этом веере – Пекин. Это городские жители. А здесь опять деревенские жители, дети. Их быт нарисован на картине. Форма веера тоже имеет значение. Круглым веером могли пользоваться только женщины и только дома. А раскладной веер – для культурных аристократов – символ достатка. Его можно сложить и взять с собой на прогулку. На соседнем стенде знаменитый китайский шелк и розы. Их называют пекинскими цветами. Традиционные изделия ручной работы делаются из атласа и шелка. У них все, что вышито по шелку, это просто красота. И я очень люблю. Здесь очень много красивых вещей. Жалко, что не очень. Смотрите, какая красота. Замечательно. Казалось бы, очень простенько, да? Из отходов производства. А красиво. Вот-вот тракончик, например. Стенды с детскими игрушками, фигурками в национальных костюмах, китайскими шарами и другими украшениями. Ну и, конечно, на ярмарке можно было попробовать настоящий китайский чай. Наша компания, чай, пекинская чайная компания. Она создалась в 1887 году. У нас чай черный, цветочный, жасмин, урун и хризантема. Цель ярмарки – познакомить россиян с культурой Китая и пригласить посетить Пекин. Москва и Пекин – столицы больших государств. Города-побратимы – города, которые имеют богатое историческое и культурное наследие. И посредством данных мероприятий, посредством презентации туристического потенциала мы можем дать возможность гражданам России и Китая познакомиться с историко-культурным наследием наших стран. Ярмарка храма Детань приезжает в российскую столицу уже во второй раз. Традиции проводить храмовые ярмарки в Китае более двух с половиной тысяч лет. Это масштабное праздничное событие. Его можно сравнить с такими важными европейскими праздниками, как Новый год или Рождество. Рождество.